Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях финалистное шоу Украины Матталанты дуэт Легальный бит. Здравствуйте! Здравствуйте! Представьтесь кто вы приехали? Дуэт Легальный бит город Николаев. Он Виталий, а я Коля. Я с тобой. Спасибо. Давайте пойдем к первому вопросу. Как финалисты готовятся к финалу шоу Украины Матталанты? Мы упорно витуемся. Каждый день. Тренировки, репетиции, учим текст. Потому что нам сложнее всех среди финалистов. Потому что у нас неделя на подготовку до финала. И мы должны сделать номер еще лучше чем в полуфинале. То есть мы должны показать, что мы прогрессируем. Потому что очень тяжело. И каждый день репетиции. Это психи, нервы. Но я думаю это все не зря. Кровь из носа, потеря сознания. Но мы все это не зря делаем. Должны. Кто вам помогает? Готовится. Мы это оставим. Ну вообще у нас постановщик это Женя Кот. Константин Табильченко. Вот они нам помогают в плане моральной поддержки. Такое. И Артем Лоев конечно. Вот они всеми помогают. По крайней мере морально. А секретов пока раскрывать не будем. Окей. Второй вопрос. На что планируют потратить миллион в первом случае выигрыша? На развитие хип-хоп культуры в нашем городе. Потому что она в нашем городе на очень низком уровне. И мы хотим чтобы рэп был везде. Рэп везде это первое. Второе. Мы хотим открыть концертное агентство. И сотрудничать с такой организацией как ВИЦЕРСИВ ДЕСЕРСИВ. Это помощь больным детям, помощь малоимущим, детдомам. Мы давно уже с ними работаем в плане выступлений на концерте. И хотим с ними сотрудничать. Помогать людям. То есть часть ведет до фондов этой помощи. И часть денег ведет помощь тебе. Да. Спасибо людям, вопросам, читателей, поклонников. Вам не видно. Спрашиваю, следующий эфир будет не менее веселым и зажигательным? Он будет еще веселее. Да. И зажигательным. Просто никто об этом не знает. Такой сюрприз будет. Смотрите просто. Такого еще никто никогда не делал. Никто до такого даже никто не мог додуматься. Тому это будет достаточно весело и интересно. Раскрывать секретов не будем. Будет выйти 31 мая. Но у вас опять будет улыбка на лицах. Супер. А следующий вопрос София Рубенко спрашивает. Кто придумал петь вместе с судьями? Мы просто, ну это наша общая идея. Потому что мы изначально приехали с другой задумкой. Мы приехали с пародией еще больше. Там мы развернули. Тоже, наверное, планы заставили. Уже готовы песни. Уже совсем придуманная постановка. Уже приехали грандиозные планы там построили. И нам говорят, нет, ребята, надо новое. Надо новое. Мы решили. Мы поняли, что все равно нужно чем-то удивить. И как-то сами додумались вставлять фразы. И чтобы как-то получилось, как будто они читать вместе с нами. Это общая идея. Следующий вопрос. Будут ли гастроли по Украине? Мы планируем. Но вы понимаете, что гастроли по Украине зависят не от нас. Все зависит от тех людей, которые захотят увидеть нас в своем городе. Если захотят увидеть, мы, конечно же, приедем. Если захотят и что-то сделать для того, чтобы там... Ну, естественно, мы же не можем сами организовать. Потому что какому-то там, например, людям хочется где-нибудь в Томске увидеть наш концерт. То есть люди должны помочь нам с организацией. Если не захотят нас увидеть в любом городе, мы только за. Мы готовы выступать. Ко всему готовы. Ну, нужна помощь в плане организации класса. То есть мы готовы выступать где угодно. Но если там над ним скажут девочка, которая 13 лет, и говорит, я хочу вот, вы приедете ко мне. Ну, мы приедем на одно. Еее, класс, пацаны. Это Ре. А в выступлении ты уже ставишь трем человеком у вас? Или будем? На финале? А вообще? Нет, конечно. Вообще мы будем в четвером. Будем продолжать дальше. То есть, конечно. Будем их бросать. Только вот на... Да, да. Ну, так получилось. Так получилось. Честно случайно. Ну, как... Получилось так, что я... Тогда еще такой группы легальный бит еще не было. Вот. И мы познакомились с Виталией. Ну, там первые совместные работы, мелкие такие. Мы просто начали дружить. Вот только начался собираться коллектив легального бита. Да. Но еще как такого легального бита еще не было. И я услышал про предкастинги Украины Май-Тайланд. Я просто позвонил Виталию и сказал. Виталий, я иду на Украины Май-Тайланд. Я говорю, ты тоже иду? Он мне просто сказал, есть тобой. Все. После этого мы пошли на предкастинг. Мы постоянно сказали, что мы пошли на предкастинг. Да не знаю, какой Украины Май-Тайланд. Куда вы пройдете? Нет. И вот нам позвонили и сказали, вот. Такого-то такого-то числа ждем вас в Днепропетровске на кастинге Украины Май-Тайланд. И с этого момента они начали на нас обижаться. Да, да. Именно так. Когда вы знали, что прошли? Когда мы попали на телекастинги. А сейчас, наверное, обижаются еще больше. А вот какие ощущения перед телекастингом? Какие они были? Перед выходом? Первый раз на Украины Май-Тайланд? Ну, это, конечно, мы нервничали очень. Перед каждым выступлением мы очень нервничали. Вот так вот прям типая тебя. Ну, когда ты приходишь... Ты раньше на такой большой сцене бывали раньше? Бывали, ну, на такой большой сцене бывали, но не было телевидения. Бывали у нас... У меня было выступление там... Ольга Страна Чудес. Там огромный фестиваль был. То есть, ну... Ну, без телевидения. То есть, такой широкой публики, перед такой широкой публикой я никогда не наступал. Потому это для нас было... Ну, большая ответственность за то, как мы будем выглядеть на телеэкране. Мы просто могли себя выставить дураками, потому что мы пришли и пошутили. А могли выставить как шоумена. Вот это вот... Главное было не потерять вот эту вот грань тонкую. Ну, я думаю, у нас получилось. И мы очень довольны тем, как это все сложилось. Мы переживаем эти были на грани срыва. Уже думали, что... Да, мы думали, что все, поехали там. Ну, когда мы пошли на сцену, все. Все провалилось. Увидим этих людей, их улыбки. И все. Мы просто делаем. И все. А когда он говорит, да, вы проходите дальше? О, это вообще невероятное чувство. Качали. Это было просто непереда с разами. Это объяснимо просто. Как раньше, думали, что все, что показывают на Украине Майдланд, на игры, на самом деле, неправда. На самом деле, все так вот, как показывают, все-таки есть. Эти эмоции, поддержка всех участников, абсолютно всех участников. Настолько дружно, тепло, круто. Невероятные эмоции просто. Немножко Судя, кто запомнился? Судя, конечно, запомнился первым, это Вячеслав Узилков. Да, Узилков. Вопрос, с какой новости начинать? Есть хорошая и плохая. А когда мы выходили, мы узнали, он не любит рэп. Мы такие думали, о, ты не любишь рэп, да? Мы тебе вот расскажем, что такое рэп, и ты его полюбишь. Мы говорим, мы нет, мы тебя все равно, не пройдем, пройдем, но ты все равно полюбишь. Как нам это бы удалось. Рокер? Да, да, рокер. Рок и рэп теперь. А это мне их подзубьях немножко. Нравится Эктор Хименес Браво, потому что он очень тепло к нам относится, к нашему, к тому, что мы делаем, и страшно было. Он решал тот момент. И Игорь Кондратюк сказал нам, нет, мы понимаем, что он русского языка не понимает. Да, мы не знаем, как его переводят, то есть рифмованная форма, мы не знаем ничего. Я думаю, в каком виде он это слышит, и просто думаю, капец, все. И он вылазит из-за стола и говорит, да. И все, это было круто. Игорь Кондратюк, ну, изначально приехали только для того, чтобы покорить Кондратюка и доказать ему, ну, чтобы он сказал рэперам да. Потому что он до этого говорил, по-моему, только логику. Только логику. Да. И у нас не получилось. Ну, мы новый рекорд побили. Узелков не рэпер не сказал никому. Да. Ну, да, новый рекорд. И то, что Вячеслав Узелков еще никому не говорил, да, среди рэперов. Мы первые перефитивы, где он сказал да. Вот это огромный толчок нам дало. Слава Фролова, вот она просто заряжает, даже вот мы выходим на сцену, ее улыбка, она заряжает. Мы вообще изначально приехали сюда за улыбками. Мы только выходим на сцену, ее улыбка, все, мы понимаем, вот она с нами, она на нашей волне. Это круто. Да, я на первую улыбалась. Ну, Слава, да. Да, по-любому, да. Спасибо. Вопрос даже не один. Ваше отношение к Андрею? Ну, мы скажем так, не хотим брать. Нам скажут, что это какая-то зависть. На самом деле мне все равно сколько у него поклонников, мне все равно как это просматривается с экрана. Для меня, мне не нравится он чисто как человек. У меня было с ним личное общение. Мне он просто не нравится, но победить сильнейший, как говорится. Да, мы желаем удачи. Желаем удачи его поклонникам. Все его знают со своей стороны. У нас просто не сложились отношения. Мы просто увидели, что это не по-настоящему. То есть он пишет о том, что он не прочувствовал. Ну, это наше мнение. Люди решили. Люди решили. И решать не нам, а решать людям. Удачи ему. Удачи ему. Мы знали, что это. Победить сильнейший, да. Мы знали, у меня был с ним конфликт еще на отборе прямой эфиры. Я к нему просто подошел в тот момент и сказал ему, Привет, Андрей. Ты читаешь рэп? Да. Мы твои соперники. Шутка такая. Соперники. После этого меня просто отвернуло от этого человека. Мне захотелось с ним общаться. Народ его полюбил и удачи ему в его жизни. Вопрос. А с кем подружились? Со всеми. Абсолютно со всеми. Это настолько крутые все люди. Я просто понимаю, что ты находишься среди самых талантовых людей Украины. Много уже выбыло от наших любимчиков. Это Азамат Бараков. Это мы первый человек, наверное, с кем мы тут подружились. Да. Мы приехали с самого первого эфира. С самого первого. Это Сергей и Марина Бали. Это Машка Пельховская. Это все. Абсолютно все. Перечисляли просто. Леня Рыженко вообще это самый наш большой друг. Мы живем в одном номере. Валера Гришанин. Валера. Ну вообще. Семья Дудников. Ну это все. Дудников вообще это огромный респект. Я такой вот искренности, чувства. Я вот сам бы мечтал, что у меня была вот именно такая семья. Старцы Бауза Ривер, девочки, которые прошли с нами. Мы стояли, когда прошли мы. И мы так стояли. Старцы Бауза Ривер. Старцы Бауза Ривер. Мы переживаем абсолютно за всех. Это все какие-то настоящие. И когда мы прошли, все искренне рады. Искренне радовались. Улыбаются. И все равно, что они не прошли, а мы прошли. Они довольны, они рады за нас. Это по-настоящему. И Политов крутой. И Чураков крутой. И вообще все крутые. А, Петрос. Вот эти девочки. Этот коллектив вообще меня покорил. Это вот сколько у них энергии. Это не передать. Они могли целый день репетировать. А потом целый день сидеть с нами. И вот мы вот так приходили с репетицией. Садились. Аня, давайте. Давайте поиграться. Давайте. Вот они все крутые. Можно сказать, наверное, про каждого. У нас хватает эфира про каждого. У нас хватает эфира про каждого. Здрасте. Александр Могало. И, значит, у нас будет Могало-концерт через неделю. И участвует все Могальный бит. Могало-концерт. 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 И все Могальные участники. Сергей Тамарина Могалы. Старцева Могала. Следующий вопрос. Лёля спрашивает. В дальнейшем кто-нибудь вернулся в группу или остались дуэтом? И как другие участники группы отнеслись к тому, что вы уже там выслили туда, что вы немножко не завидели вам дуэтом, да? Ну, это было сначала. Сейчас они уже поддерживают нас, скажите. Ну, как это обидно. Мне тоже было обидно. Но мы ни в коем случае их не бросаем. Мы с ними. Мы только с ними. И, естественно, мы и дальше будем нашей большой семьей выступать. Следующий вопрос. Что вы думаете о развитии рэп-культуры в стране? Ну, сейчас она стремительно пошла вверх. Есть у нас очень достойные исполнители. Очень сильные и хорошие. У нас в Украине реально пошел такой вот толчок определенный. Но все равно, если сравнивать с настоящим рэпом, то есть с зарубежными странами, то на очень низком уровне у нас. То есть нас не хватает концертов, нам не хватает популяризации данного стиля музыки. Каких-то конкурсов, каких-то мероприятий. Такого не хватает, каких-то проектов теле, радиопроектов в плане хип-хопа. Потому он на достаточно низком уровне. Но у нас там появились там Ярмак, Артем Лойк, у нас Кавабанга, Депо, Калибри. И у нас очень много сильных, достойных исполнителей, которые реально двигают эту культуру вперед-вверх. И мы тоже пошли двигаться. Мы тоже пошли с этой целью. А кто вас учил, научил рэп? Кто ваш учителя? Учителей как таковых нет. Учитель это один, ты сам. У нас были такие люди, которые пытались кого-то научить рэпу. Он поймет. Но на самом деле, как можно научить рэпу, не умея его читать самому? Каждый рэпер должен прийти к этому самому. Каждый рэпер должен пройти через определенные ступени развития. То есть, первое, это когда ты делаешь полную кашу, у тебя ничего не получается. Второе, когда ты уже получается каша, но чуть-чуть вкуснее. А потом, когда у тебя с этой кашей уже получается борщ. И такой стейк именно, такой сочный. Вот, сочный. Все нужно пройти. Все нужно пройти. Если ты не пройдешь, ты не станешь достойным исполнителем. Если каждый шаг не переступишь, не переступишь через себя, то смысл учиться вот того, кто это уже сделал. Не прочувствуешь, как ты упал. Не прочувствуешь, да. И если ты упал, ты все равно встаешь. То есть, коллективы зарубежные были ваше творчество? Нет. Ну, вот там клам. Для меня мне нравилось, как эти люди отдаются на сцене. Вот, именно всем коллективам. Ну, хотя, много можно говорить про зарубежных исполнителей, но для меня зарубежная музыка слегка не могу дать ей оценку, потому что я привык слышать о чем. Я, если не понимаю, там, хотя английский я достаточно неплохо знаю, но вот когда читает, например, Eminem и его божественный трек Rap God, половину ничего не понятно. То смысл оценивать то, что ты не можешь понять? Рэп – это больше понимание, надо понимать то, что доносится. Ну, конечно, нужно рэпом донести для человека, что ты хоть сказать. То есть, это можно просто подойти и рассказать, вот. А если это донести красиво, чтобы он задумался, понял каждое слово и просто закрыл глаза и вдумался в то, что… Это смысловой посыл изначально был. Изначально рэп – это смысловой посыл. Сейчас уже настолько все окостенели. Любой рэпер, да, должен пройти периоды баттлов. Периоды, когда разборки, ну, да, разборки между рэперами решаются словесно. Словесно, кто победил словом, тот победил в этом баттле, да. И каждый рэпер должен это пройти. Потому что это определенная школа. Но, прежде всего, в рэпе должен быть смысл. Ты должен давать какую-то надежду на то, чтобы тебя поняли. Пусть тебя услышит там пять человек, десять человек, но они должны понять, о чем ты читаешь и что ты хочешь этим сказать. Какой такой вопрос? Вы читаете на русском языке. А писать на английском, чтобы расширить алгоритм? Нет. Ну, как можно писать на том языке, которого ты толком не знаешь? Ну, как есть? Я бы никогда не написал. Там Dog Frog, там, пик такой. Но это будет не хит просто. Это позор будет. Я лучше на русском почитаю. На русском, на украинском писал. У меня есть даже треки на украинском языке. То есть, ну, я не считаю, что там нужно расширять аудиторию. Ну, выход на мировой уровень. Выход на мировой уровень? Ну, пусть слушают на русском. Спасибо большое. Кто за вас болеет? Расскажите о ваших. За нас болеет это, прежде всего, люди в Николаеве. Это наши родители, прежде всего. Да, наши родители. Мы хотим передать привет. Им большое привет. по городу Николаеву, где нас не поддерживали. Изначально нас... Вот мне нравилось, да? Вылаживали группу, у нас главная группа. Это, там, Николаев, я люблю тебя. У меня очень много, там, подписчиков, но... Мы выложим наше видео. Говорят, фу, что за гопники с Николаева? Как они вообще туда попали? Да, ничего не светит. А выложили видео в полуфинал. В полуфинал они выступили. Все там, ой, молодцы. А вы с Николаевым? Я горжусь вами. Это просто, ну, неприятно, что изначально такой поддержки не было в нашем городе. Но сейчас спасибо. А сейчас, ну, спасибо тем, кто с нами. Это и рэперы, с которыми там выступали, общались. Это и друзья, это и школа моя, школа его, это и мореходная школа. Ну, много людей. Очень много, очень много. Очень много людей нас не поддерживает. Спасибо. Когда вообще начали сочинять? Когда начали сочинять? В каком это было? Как давно это было? И что-то сподвигло к этому? Это было четыре, мне было тогда четырнадцать лет. И вот что? Происло что-то? Ничего не произошло. Я увидел в интернете, вот написано, рэп-баттл. Я рэп не умел читать. Я попросил маму, мам, напиши мне текст. Я тогда писать не умел абсолютно. Мама мне написала, я пошел. Ну и пошел в двойку, то есть лучше. И в двойке нужно было фристалить. То есть фристайл, это импровизация на ходу. Я думаю, что я буду читать? Что если я ни текста не умею писать, ничего? Я проиграл тогда. Я занял второе место в том баттле. И меня это начало рассадовывать. Я все сказал, мам, не надо. Я буду писать сам. Сидел. Получалось такое же невероятное. И вот считать для себя вот тот уровень, которого я достиг, это когда я читал текст и мать утекли слезы. Для меня это все. Я, значит, от этого отопился. У меня получилось. Я научился писать. Прежде всего писать. Когда вызвать чьи-то хорошие, отрицательные эмоции, вызвать эмоции, это вообще эмоции. Да. Вообще эмоции. Значит, ты научился писать. Отец умер, и я начал писать. То есть, у меня депрессия, там, нервы. Я просто вижу листик, ручка у меня переполняется все внутри. Я хочу что-то написать. Я думаю, почему не написать? Ну, вот так вот я попробовал. То есть, в начале получалось, ну, это было все там не по профессионализму, то есть, любительское, но все равно от души. И потом я начал развиваться, развиваться, развиваться. Мне это нравилось, нравилось, нравилось. И вот так вот все получилось. Ну, я понимаю, что вот такой легальный вид, это вот недавно произошло все. То есть, вы по отдельности занимались в творчестве. Да, все по отдельности занимались и занимаются дальше. Да, дальше занимались. Это просто как легальный вид, это просто собраться? Это объединение, да. Про проект просто? Ну, как бы изначально вроде бы это группа, но у нас нет еще совместных работ. И потому, да, это проект, это проект, это имя, прежде всего имя. Бренд. Бренд, да. Который мы хотим продвигать дальше. А Мексил сделали свои проекты? Да. Да. То есть, наш лейбл, 15 регион, где куча участников, которых мы стараемся как-нибудь образумить, но у нас пока ничего с ними не получается. Но мы как-нибудь стараемся, вот, Николай сплотить. Сплотить вот именно нашу, ну, субкультуру, как говорится. Стараемся сплотить и стараемся поднять на новый уровень. Чтобы все рэперы были вместе, как бы. Они не ходили на друга, а вот тот рэпер там, он такой вот. А ты вот с ним должен стоять вместе, потому что мы одна семья. Если ты рэпер, значит ты в нашей семье. И не важно, что ты делаешь и как ты это делаешь. А у нас между рэперами приходится так вот, да. Мы приехали на Украину, Май Талант. Все такие, о, там знакомиться, хорошо. А все рэперы вот так. Да. То есть, рэперы вообще злые. Вот мы выходим там, ура, мы прошли. А все рэперы, ну, фиш, прошли. Конкуренция, да. Конкуренция, да, вот, не терпит. У нас нет такого, да, что вот, поддержка друг друга. Ну, ты прошел, ты не прошел. Значит, еще не твое время настало. Значит, если ты будешь двигаться, если ты будешь к этому стремиться, значит, ты этого обязательно не достигнешь. А у вас есть свой студент? Нет, мы хотим только собрать, организовать. В этом пока нет, у вас нет студии. Только в планах. Бедный рэпер. А где записываете? Через знакомых ищем, вот, студия. Ну, так вы, если бы знали, как мы записываем наши цели. Пишите, пожалуйста. Ну, это все на уровне, да. Первая моя песня была записана на наушники и микрофон. Это был трэш. Потом я вырос, и у меня появился микрофон скайперский. И после этого я понял, что нельзя так писаться. И я пошел на аматорскую студию. Первый меня пригласили, потому что увидели мое выступление. Меня пригласили записаться, попробовать почитать. Ну, там, как можно сказать, в углу стоит микрофон. В студии вроде бы как дешевенький. Стоит компьютер, вот такой вот. Ковер вот так обвешен. Да, ковер. И мы писали. По-домашнему. Писали, да. Бывало такое, что на микрофоне носок. Поп-фильтра нет, денег нет. Писки есть. У каждого? Да. А что бы нет? Пришел на студию, носок снял и делал, и читаешь. Да. Так и писались. И, честно говоря, до сих пор писались. То есть, профессиональные студии? Профессиональные студии опыта не писались. У нас в Николаеве нет. Или очень дорого. То есть, есть, но очень дорого? Да нет, их нет. По крайней мере, я никогда не слышал, что у нас есть. Если бы она была, об этом говорили бы все. Следующий вопрос. Кому посвящаете песни? Или не посвящает никому песни? Почему? Мы посвящаем. Я лично ясно своему состоянию души. То есть, девушке своей посвящаю песни. Ну, у меня получалось так, что раньше у меня была девушка, я не писал ей песни. Ну, не было такого какого-то, да. А вот мы расстались уже три года, как. И он не знает, Виталия песню написал. Он мне читает. Я понимаю, что он опять про нее написал. Я уже три года про нее написал. А что ты про нее написал? Да я даже не писал про нее. Да не про нее вообще. Я не слышал, что ты про нее читал. Ну, вот как-то вот Аман до сих пор, наверное, тут что-то сидит. Даже в последней песне написал про нее. Ну, так всегда. Так каждую неделю. Муза. Ну, вот она, да. Вот она, наверное, моя муза, потому что, ну, до нее я уже не писал. Тогда на что ты про музу песни писал? Не про музу? Ну да. На что должна вдохновлять другие песни? Ну, когда меня вдохновляете, на другие песни тоже как-то. Она меня вдохновляет на все, но почему-то я хочу ее послушать. Ты музу благодаришь, да? Да, благодарю. Своей песни. Правильно. Ира, привет. Следующий вопрос. Ваша первая попытка прийти на проект? Нет. Моя, да. Его нет. Я уже второй раз. Я был на четвертом сезоне «Плей на мой талант». Я прошел предкастинг. И я вот служил в армии. Звонят, говорят, переходи на телекастинг. Я такой, слушаюсь. В следующем году. А пришел через два, да? А пришел через два, да? А что пришел? А как ты с этим пришел? Потому что я служил в военном русском флоте и служил полтора года. Он просто меня не встретил, поэтому... Вот оно так было, что ли? Да. У нас было так. Это все не просто так. Такой вот вопрос. Верите ли в свою победу? Изначально не верили. Вот не было. Я вам сейчас расскажу историю. Мы приехали на предкастинг с песней. Там слова есть такие вот? Да что, да ну, да как. Нас уже взяли. Не пари бока, скоро будем мы в финале. То есть это было еще на предкастинге. Потом пройдем наши три, финал возьмем, на миллион потратим и ставим на потом. Будем начинать частушки и руку пожмотлой к Артем. У нас все произошло. То, что мы писали на предкастинге, все случилось, кроме... Осталась последняя строчка. Осталась последняя строчка. Мы естественно не хотим это сделать, но мы не расстроимся, если победит кто-нибудь другой. Мы не расстроимся, мы уже очень многого добились для себя, мы победили себя. Мы вышли со двора, щелкали семечки с друзьями и там сидели. И сейчас мы на сцене Украины Моя Таланта. И все равно, что мы на этой сцене, нас обратно позовут по русскам семечки и мы пойдем по русскам семечки с ним. Да. А кого считаете победителя, по вашей понимании? Ну, лично мое мнение, думаю, это коллектив Ангст Филл. То есть, для меня они... Для меня каждый победит. Ну, то есть, да, победить может каждый. Абсолютно все. Каждый фаворит, потому что, как может быть не фаворит, пройти в финал. Тут все фавориты, у каждого может быть. Вообще не понятно, кто победит. Все зависит от постановки, от того, насколько это впечатлит людей. Потому что решать не мы, решать не судьи. Решают люди. Это их решение будет. Потому неизвестно, кто победит. Вот кто, в кого зритель влюбится, из вот самого первого взгляда. Вот с первой секунды, с первой строчки, с первого трюка. Вот кто-то победит. Я считаю, вот реально победить сильнейший. То есть, уверен, что кто-то больше друзей в контакте или в социальных сетях? Такое тоже возможно. Если говорить так, у кого больше друзей в контакте, то победит Андрей Чехмин. Андрей Чехмин победит, да. Тогда это безусловно не обсуждается просто. А если люди реально будут смотреть на номера и на то, как это все происходит, то тогда победит, не знаю. И вы в том числе? Мы не будем говорить это слишком. Да. Мы победим. Мы очень рады. Будем очень-очень рады. И победим. Спасибо за то, что мы за финал. Спасибо, что мы в финал пошли. Спасибо. Следующий вопрос. Чем занимаетесь кроме музыки? Какие ваши увлечения? Кроме музыки? Футбол бега. Футбол бега. Мы приехали даже в тренировочный лагерь УМТ. Не знали ни по какому это дальше. Мы приехали постеснительные. Вообще мы не стеснительные. Это я соврал чуть-чуть. Да. Мы стеснительные, когда только приезжали. Да. Только приехали. И мы вдвоем играли в футбол. Вдвоем. А потом... Не знаю. Там был мяч. Ходили, гуляли. И потом собирались такие вот. Юди приезжали. Юди джуниор. И потом дедуксы. И такие у нас баталии футбольные. Ноги отрывались. Он приходился такими вот синяками. Это круто. Это круто вообще не передать. У нас даже девочка театр ностальгия. Играла даже в основе в футбол. Ты после репетиции такой устал. Что такое никакой? Тебе говорят, иди играй в футбол. Ты просто с таким захватом. Он такой милый футбол. Мы играли и на большом. И на маленьком. Ну везде. И на одни вороты. Где мы только не были. И с воротами. И без воротов. Всегда и без воротов. И без воротов. Всегда и без воротов. И без воротов. Да, да, да. Как мне где отдыхать? Как какой оттопик у вас? Это прям что? Прямо говорить что-то? Прямо сюда говорить, да. Не, что на самом деле культурно, весело. Мы любим так, чтобы не было не скучно просто. У нас это игра на гитаре. Хотя играть не умеем. Но у нас есть в лагере люди, которые играют на гитаре, а мы поем. Но мы петь не умеем, правда? Петь не умеем, но мы поем. Да, да. Когда мы поем сбегаются, вся администрация говорит, пацаны мы спать хотим. Да. Мы играем в разные. Вот тут. Политов и Чураков рассказали нам про грудь ниндзя. И мы теперь каждый день играем в эту игру. Что это за игра? Игра это, то есть два человека за ней ворачиваются друг другу спиной. И при фразе ниндзя занимает какую-нибудь позу. И вот каждый у нас есть по одному ходу. Да. И вот я должен делать так. Опа! Все, ну анимация. Мне только. Опа! Опа! Все. Такие дела. Интересная игра. На самом деле, когда играете вот таким вот движением большим, таким кругом, это настолько интересно. Там такие позы просто получают интересные всем. Это круто. Мы вот отдыхаем, как правило, стараемся весело отдыхать. Вот как-то так. Вот на такой веселой ноте. И закончились наши вопросы, и закончилась наша онлайн конференция. Спасибо. Спасибо, ребята, что пришли. Удачи вам. Желаю победы. До свидания. Спасибо. До свидания.